Что говорил Григорий Семенович Попов по этому поводу? Что бытие есть форма искусства? Форма искусства? Оставаться в памяти многих индивидов. Вот Чикатило, например, удалось остаться в памяти людей? Форма бытия. Хочешь и хочешь запомнили. Аж по сей день помнят. Помните в русских сказках народных? Век меня помнить будет. Вот форма бытия. Век меня помнить будет. Понимаете? Очень интересно, кстати. Человек альбит уже, а он просто продолжает быть. Да, Эйнштейн, например. Вот форма бытия. Такое впечатление, что он не умирал, Эйнштейн. Все на него ссылаются, он есть и так далее. То есть, смотрите, это как форма искусства оставаться в памяти множества индивидов. Как говорил Боевый Семенович Павлович. Ахиллес. Карл Пятый, Европейское рыцарство и так далее. Все они остались навечно. По попути, говорили, вечная память. Как бы они навечно остались в памяти человечества, эти люди. Они никогда не умрут, эти люди. Для человечества. Они всегда будут существовать. Ибо сама история, само бытие человечества стоит на их костях, как говорится, людей. Это вот форма обладания, это невозможность формы существования. То есть, когда человек обладает чем-то, он не живет. Его нет. Он ассоциируется с особняком, с машиной, с чем угодно. Но, когда он умрет, у него у особняка станут новые владельцы, и он исчезнет. То есть, форма обладания, это отсутствие формы существования. То есть, сколько бы у тебя машин не было, сколько бы у тебя самолетов не было, сколько бы у тебя эти, все эти виды, вы смотрите, Анасис, он ведь был одним из самых богатых человек людей в мире, да? Вот он остался в памяти человечества или нет? Вильмы брали его сняты, вот там, выказали, а то он куда? В какой-то форме остался. Но это не форма Эйнштейна. Понимаете? Это не форма Сталина. Это не форма кого-то. А кто-то сознательно не хотел остаться в памяти человечества. Было огромное количество людей, которые не хотели остаться в памяти человечества, специально. То есть, дела их остались в памяти человечества, но они, их не было. И мы их не знаем, знаем только их дела. И только можно догадываться, кто это сделал. Понимаете? То есть, человек есть, только в том случае, если он в памяти людей. Человека нет, даже если он живет, если про него говорят, кому ты нужен. Вообще, да кому ты нужен. То есть, по сути, способность оставаться в памяти множества индивидов, да, это основа бытийности, как бы, человека. По сути своей, люди помнят и добро, и зло. Вот две категории, которые помнят люди. Кто-то помнит добро, кто-то помнит зло. Из лопатин-доверник. Вот, Чикатило тоже помнит. Это зло. Но помнят все. И ссылаются. Сколько на нем диссертаций написано. Сколько людям он помог, Чикатило, своим существованием? За счет него во что-то превратиться в кандидатов, докторов, того прочего, для них. Понимаете? Сколько народу вокруг этого всего кормится. А другие вот вещи жуткие какие-то. Представьте себе, не было бы там злодеев, не было бы великих сыщиков. Уберите злодеев, исчезнут сыщики. Уберите, как связано между собой. То есть, по сути, сыщики великими становятся за счет злодеев. Адвокаты за счет преступников. Видите, как? Все связано между собой. Но материальные предметы никогда не остаются в памяти людей. Только произведения искусства. То есть, сколько у тебя дач, домов? Александру Македонскому когда-то сказали в Индии, он говорит, я полземли заверал. Он говорит, скоро у тебя будет достаточно земли два на два метра. Все, что тебе нужно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok